Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новость Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Под звон колоколов с размахом и салютом Анапа ярко и красочно отметила День города. Подарок курорту от его жителей в Анапском роддоме с почестями встречали первого новорожденного в День города. Новый учебный год – новые задачи. Бассейн седьмой школы ждет большая реконструкция. 24 сентября Анапа отметила День города. По уже сложившейся традиции, череда праздничных мероприятий началась с честования первого новорожденного в этот день. Им стала Диана Горбань. В Анапе на протяжении последних лет сохраняется положительная демография. С начала года у нас уже родились 1683 малыша. Многие молодые семьи выбирают постоянным местом жительства Анапу, а врачам городского роддома доверяют самое ценное – принять новую жизнь. Наши корреспонденты запечатлели самые разные праздничные моменты, побывав и в родильном доме, и в молодежном квартале, который в День города был полон детворы. Диана Антоновна празднует свой первый день рождения вместе с Анапой. У нее есть брат Стефан. Ему год и три месяца. Он тоже коренной анапчанин. Сегодня у будущих мам есть возможность выбирать, где их детям появляться на свет. Но, по словам Евгении Горбань, другие варианты, кроме ближайшего, на семейном совете даже не рассматривали. Меня вполне устроил и в первый, и во второй раз персонал, как приняли роды. Все замечательно. Огромное спасибо. Наверное, двум сменам, потому что была и пересменка сегодня. Такое время попало. Поэтому все замечательно, все хорошо. Она родила в 9 часов 10 минут девочку, 368, 48 сантиметров. Все мама и малыш, что ее чувствуют хорошо. В родильном отделении говорят, что в 2014 году здесь появились на свет 2204 маленьких анапчанина. В прошлом году около 2400. Город-курорт выбирают в качестве постоянного места жительства молодые семьи. У многих дети рождаются уже здесь. У меня двое. Двое уже, да? Оксана Платонова рассказывает о своеобразном клубе по интересам для молодых мам. Они любят вместе гулять или посещать различные мероприятия, чтобы было интересно детям. А таких в городе-курорте проходит много. В день города пришли в сквер имени Гудовича, где посетителей развлекали молодые люди, также по-молодежному. Сама Оксана переехала в Анапу из Самарской области 6 лет назад. Когда приехала, был совсем другой город. У меня муж-то сколько лет тоже. Он говорит, меняется. Город растет на глазах. Родители смотрят, как их дети укладывают свой первый в жизни кирпич под чутким руководством Тимура Бабаева. Он участник соревнований молодых профессионалов. Занял второе место на региональном чемпионате. Я бы остался в Анапе. Мне нравится Анапа. Здесь хорошо. Набережная, конечно, как бы улица, ну, зеленый город. Этот уголок для фото мастерили дружным молодежным коллективом при приходе храма Серафима Саровского. Ребята называют себя патриотами родного города, подчеркивая, что патриотизм – это в том числе помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Так сложилось, что я здесь, и пока здесь нужнее, и мне здесь нравится. И здесь такая природа, и море оно не отпускает. Мне здорово. Городские власти взяли курс на создание особой молодежной среды. До конца года в городе и сельских округах установят не меньше десяти варкаут-площадок. Это турниковые комплексы для занятий физкультурой. Расширяется сеть универсальных дворовых площадок. В муниципалитете работают творческие секции и спортивные школы. Завершается реконструкция бассейна «Виктория». Подрастающему поколению есть чем заняться в родном городе. На театральной площади день рождения НАПА отметили колокольным звоном и духовным песнопением. Второй год подряд курорт радушно встречает фестиваль «Благовесту моря». В этом году в нем приняли участие коллективы из 16 городов, в том числе Москвы, Нижнего Новгорода, Суздали, города МИАС Челябинской области и Ставропольского края. Тем, кому ближе казачью дала песня, стали гостями концерта у летней эстрады. И всех прохожих на улице Горького зазывала ярмарка народных изделий. Так, открывали второй фестиваль «Благовесту моря». На сцене Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» из Санкт-Петербурга. Колокольный звон добавляет в музыку глубины и одновременной экспрессии. Это активно использовали многие мировые классики. Вместе с тем, сами звонари оперируют не нотами и мелодией, а ритмом, темпом и характером. А колокольный звон называют молитвой в звуке. Отец-настоятель сказал так, ты, 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 ты учиться. И мы пошли учиться. Ну, как в церкви принято, что если отец-настоятель благословляет, то все за послушание идет. Святослав из Ставропольского края, как говорит сам, молодой в колокольном звоне. Восемь лет назад прошел специальные курсы, теперь постоянно совершенствуется. По его словам, фестиваль – это не конкурс, а скорее содружество, в котором каждый приносит свое и отдает народу. Всего в Анапа приехали звонари из 16 городов России. Вообще супер. То, что мне нравится. Еще море теплое. Люди очень добрые, все приветливые. Нас прекрасно принимают. У нас большую благодарность организаторам фестиваля, кстати. Хочу передать от своего, думаю, не только от своего имени, а в принципе от всех наших ребят. Потому что люди приезжают, ну как бы мы даже не знаем, куда мы едем каждый раз. То есть мы приезжаем, нас могут на топчан постелить там где-нибудь, там еще где-нибудь. А тут раз и полный комфорт, все замечательно, мы очень рады. Здесь же монастырский хлеб, почти рядом на открытой площадке, сменяли друг друга более двух десятков казачьих коллективов. Ярмарка, которую развернули на улице Горького, продолжила этническую тему. Свои работы представили ремесленники со всего города-курорта. Они достойны того, чтобы о них узнал весь город. Вечерняя предпраздничная программа «Славься, город Величавый», которая прошла в городском театре, стала торжеством для анапчан. Со сцены чествовали почетных граждан, жителей курорта, награжденных медалью за выдающийся вклад в развитие Анапы. Победители конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления – самый уютный дворик. Словом, тех, кто своим трудом приумножает славу любимого города. В городском театре «Аншлаг» в зале те, кому Анапа обязана своими достижениями. В этот день все слова благодарности для них. В этом зале сегодня собрались руководители и специалисты, депутаты и ветераны, активисты и общественники, почетные граждане, спортсмены, медики, работники культуры нашего города. Все те, кто сегодня строит, прославляет нашу любимую Анапу в мире, в России. Я хочу сказать, что День города – самая лучшая традиция и самый лучший повод поблагодарить вас за труд на благо процветания Анапы. Почетные грамоты губернатора Краснодарского края и главы города получили руководители лучших санаторно-курортных комплексов. Анапчанам, чей труд по итогам года получил общественное признание, вручили свидетельство о занесении на доску почета. Чествовали и помощников администрации города во всех добрых делах и начинаниях, активистов из органов территориального общественного самоуправления и квартальных комитетов. В этот день подвели итоги конкурса название «Самый уютный дворик». Все победители, помимо грамот и благодарностей, получили деньги на озеленение и развитие своих территорий. Медалями за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа были награждены люди, чьими руками ковалась слава города Величавого. Один человек, глава города-курорта Анапа, который несет персональную ответственность за состояние социально-экономического развития нашего города-курорта Анапа. Этот человек, который в круглосуточном режиме отвечает за состояние в Анапе. Это и день, и ночь. Это проблемы, это дороги, это нехватка садиков, это надо строить школы, облагородливать наши скверы, парки. И все это делается. И делается достойно, с большим-большим успехом. Мы с вами этому свидетели. Поэтому я от имени всех анапчан горячо поздравляю Сергея Павловича с этой наградой. Желаю ему здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо всех анапчан. Спасибо. В ответном слове глава Анапы поблагодарил за высокую оценку своего труда. По словам Сергея Сергеева, эта награда возлагает на него дополнительную ответственность и дает силы работать во благо Анапы. И здесь администрация города рассчитывает на своих единомышленников. Бизнес должен быть социально ответственным. И такие примеры есть. В день города награды получили предприниматели, которые внесли значительный вклад в общее дело. Они делают сегодня работу, которую мы не видим. Нет, они не сотрудники спецслужб. Мы не видим и, наверное, может быть, никогда не увидим. Но мы ощутим ее на себе. На каждый рубль, который нам выделяет Российская Федерация на строительство сегодня, коллектора, водовода Витязева, а это порядка миллиарда рублей, вот эти люди вкладывают 2,5 рубля своих инвестиций и показывают их в отчетах. Поэтому мы имеем возможность участвовать в федеральной целевой программе. На сцене городского театра чествовали многодетную семью Скащенковых из станицы Гостогаевской. Они воспитывают пятерых детей. А супруги Людмила Николаевна и Анатолий Андреевич Рузаевы встретили золотой юбилей совместной жизни. Все они получили подарки от администрации города. Особо горячими аплодисментами собравшиеся приветствовали ветеранов Великой Отечественной войны. На этом праздник не закончился. Зрелищная программа «Анапа в сердце каждого из нас» ждала жителей и гостей курорта на театральной площади. А завершился день города красочным салютом. Рассказать в одном сюжете обо всех наших современниках, получивших признание за труд, невозможно. В новостных выпусках мы будем открывать все новые и новые имена. Сегодня это имя почетного гражданина города-курорта Анапа. Почетное звание присвоено создателю и бессменному руководителю детского ансамбля казачьей песни «Соловейка» Ирине Базель. В документах отмечается вклад Ирины Эдуардовны на воспитание подрастающего поколения, а также возрождение культурных традиций казачества. За 20 лет ансамбль «Соловейка» стал лауреатом 118 международных всероссийских краевых конкурсов и фестивалей. В 2015 году руководитель награждена благодарностью министра культуры Российской Федерации. Воспитанники ансамбля продолжают обучение в консерваториях Краснодара, Киева, Саратова, Москвы. 16 учеников стали профессиональными артистами и преподавателями. Наша съемочная группа побывала на рабочем месте Ирины Базель, который она называет «Вторым домом». Познакомилась с методикой, оценила количество наград и узнала, за что в коллективе принято раздавать конфеты. Варе 8. Она занимается у Ирины Эдуардовны больше трех лет. Как говорит сама девочка, ей очень нравится, когда поет мама. И со временем она решила, что хочет так же. Сначала в хоре, потом появились сольные номера. Тем временем родители привели в ансамбль уже младшую сестренку. Мне все нравится. И петь мне нравится, и танцевать. У нас очень хорошие преподаватели. Тут никто никого не обижает. Ирина Эдуардовна очень добрая и учит очень хорошо. Ирина Эдуардовна работает в культуре более 30 лет. Две трети из них руководит детским ансамблем «Соловейка». Занятия проходят на двух площадках – во второй и четвертой школах искусств. Методика авторская. По легенде, для самых маленьких – это бабушка, ценительница народного фольклора и хранительница конфет. Я говорю так, папа с мамой работает, получает зарплату. Говорит, ты, наверное, тоже хочешь зарплату получать. Да, хочу. Я говорю, давай мы утвердим стипендию. Стипендию будет в конфетках у нас. У нас награда за поведение на уроке конфетка. И конфетка за… Ну, если ребенок хорошо подготовился. Дело не в карамельках. Это награда. Это их труд. Кроме этого, работа с раннего утра до позднего вечера. Нужно подбирать репертуар под голос и характер. Немаловажная деталь – костюм. В этом году городская администрация выделила на сценическую одежду полмиллиона рублей. Ирина Эдуардовна говорит, что во многом режим выдерживается благодаря терпению и поддержке мужа Сергея. Сам он казак. У них двое сыновей, оба военные, пять внуков. А ансамбль руководитель сравнивает со второй семьей. Родители со своей стороны вовлечены в образовательный процесс. Кроме того, многие посильно помогают деньгами. Они нужны, в том числе, чтобы выезжать на различные конкурсы. Вот мы с Турцией привезли. Сейчас скажу, где-то Германия стеклянный. Посмотрим. Здесь же, наверное, перенесли наверх. За два десятка лет только лауреатских наград как у хора, так и у солистов более сотни. Различных дипломов в семь раз больше. Примерно. Примерно, наверное, четыре диплома или пять. За побольше, наверное. Побольше. А Варя не помнит точно, сколько у нее наград, потому что поет для души. У Ирины Базель сегодня занимаются около 50 маленьких анапчан. Ее звали в Краснодар, в Москву, но держит коллектив. Ну как я их брошу? Я их не могу предать. Это мои дети, родители, которые привели, доверили мне своих деток. В ближайшие дни солисты ансамбля примут участие в международном конкурсе фестиваля имени Концевича, который пройдет в Краснодаре. А у Ирины Эдуардовны есть, по ее словам, хрустальная мечта, чтобы в ансамбле появился свой оркестр народных инструментов. И к другим темам. Иван Демченко сегодня получил удостоверение избранного депутата Государственной Думы Российской Федерации 7-го САЗГО. Напомним, он будет защищать в российском парламенте, в том числе, интересы анапчан. Убедительная победа на выборах 18 сентября. Кандидат от партии «Единая Россия» Иван Демченко избран жителями Анапы, Темрюкского, Славянского, Абинского и Крымского районов. Удостоверение избранного депутата вручил в торжественной обстановке председатель Славянской территориальной избирательной комиссии. Иван Демченко ответил, этот документ – большая ответственность перед избирателями. Вы должны быть уделены вам и рассчитывать. Я всегда работал в команде, и работа была слаженной, по крайней мере, по нашим районам, что касается, особенно, Славянской и Абинской. Я так думаю, что вам не будет, вы за меня не будете краснеть, а вам, всем огромнейшим, и вашим коллективам, и нашему населению огромнейшее спасибо за это. Анапа в круг избранного депутата вошла недавно. Однако Иван Демченко успел показать себя человеком дела. Чтобы депутат Государственной Думы, действующий депутат Государственной Думы, знал фамилия, имя отчество, руководителя садика, школы, на той территории, где он работает, это я, честно сказать, вижу в первый раз. И это показатель того, как вы относитесь к делу. Относитесь к делу очень ответственно. В целом Краснодарский край в Государственной Думе 7-го созыва будут представлять 17 человек. Большой ремонт пришел в 7-ю общепразовательную школу Анапы. Долгожданная реконструкция бассейна. С момента его строительства прошло уже 24 года. Естественно, износился сам объект, устарело оборудование. Несмотря на завершение финансового года, средства в муниципальном бюджете найдены. Глава Анапы побывал в школе, обсудил с подрядчиком рабочие моменты. Почти 2000 учеников. 7-я общепразовательная школа – одна из самых многочисленных в Анапе. Не только уроками живет здесь дружная школьная семья. Развита дополнительная внеурочная деятельность – творческая, интеллектуальная и спортивная. Долгожданным подарком от городских властей в этом году стало начало капитального ремонта бассейна. Мэра города встречает представитель компании, которая координирует строительно-монтажные работы. Сегодня зашли электрики. Там оборудование тоже менять будут? Оборудование полностью делает та же подрядная организация, которая делает… Что и на том бассейне? Да, что на Викторе. Краснодарцы проверены. Расселки. Пока рабочий демонтирует старое плиточное покрытие и внутренности бассейна. Все системы и коммуникации заменят. На смену устаревшему придет современное оборудование. Город готов добавлять недостающее финансирование, подчеркивает глава курорта. Сегодня приезжали представители организации, которая будет монтировать оборудование. Они поставили задачу сбить вот эту часть, здесь была бетонная, ее сбили. Под них специально зачистили дно бассейна. То есть все четко под их требования. На бассейн делается новый проект, потому что предыдущая смета была чуть-чуть некорректная. Еще сделана по советским каким-то. Требования. Поэтому оборудование будет применяться в Испании. С директором школы Ольги Казаковой Сергей Павлович выходит на школьный двор. Скоро здесь установят воркаут-площадку. Пять комплектов спортивного развивающего оборудования она пополучила бесплатно, приняв участие в социальном проекте «Поколение спортмастер». Здесь поднимем немножко бортик вот так вот, чтобы зафиксировать. Сколько вы говорите, 8 на 9? Должно быть 8 на 9, а здесь 9 на 10. Ну, отлично. Да. То есть еще и с запасом. И вот эти вот части, которые, они советский коврик, вкопанные, они очень крепкие. Если на них привесить, те же канаты. Так а может быть, вот это не трогать, может, и ту площадку использовать. Мы почему-то решили, сказали, что вот это пожарно-прикладные виды спорта, они сейчас точно не будут использоваться, и спорткомплексы приходили. Здесь нужно канаты, чтобы... Вот и я сказала, может оставить те же канаты, те же колеса. А вон площадка пустая. А железа такого нету сейчас? Да, толсостеного. Их покрасить, и пусть они в таком виде не будут. А вот там, а вот там посадить площадку. А там пустая площадка, я согласна. Давайте так и сделаем. Применение надо найти и оставшимися с советских времен спортивному оборудованию. Дети с удовольствием будут осваивать усовершенствованные турники, висячие канаты и веревочные лестницы. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.